Глава вторая Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему?» Услышав это, Ирод-царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Еремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий». Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и привел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.